Ребята, у меня есть свой второй канал, который называется ViderPlay, и здесь начали выходить новые ролики по этой замечательной игрушке, поэтому заходите, подписывайтесь, как только здесь у нас стукнет 3000 подписчиков, мы устроим, ребята, розыгрыш на целых 50, мать его, контейнеров, поэтому, ребята, давайте, осталось совсем чуть-чуть, успевайте подписаться, ну и, соответственно, ролик смотрите, ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Vider, и сегодня мы с вами будем записывать достаточно позитивное видео для моего канала, дело в том, что я, ребята, проводил в прошлом, соответственно, на прошлой неделе турнир ХРВР, и вам он очень сильно понравился, там был очень большой актив, очень много желающих поучаствовать в этом турнирчике, и, соответственно, ребята, я решил это поместить на постоянную основу, и турниры, ребята, у нас будут проходить ХРВРшные, каждый понедельник в 18.30 по МСК, поэтому, ребята, сегодня будет стрим в 18.30 по МСК, всех жду, будет у нас ХРВРшный турнир, и я так тоже посидел, подумал, блин, ну, что-то как-то призовый фонд в 170 тысяч кристаллов у нас маловато будет, и я решил его увеличить практически вдвое, и, ребята, в итоге призовой фонд у нас будет 300 тысяч кристаллов, первое место в этом турнире получится от меня 150 тысяч кристаллов, второе место 100 тысяч кристаллов, и третье место 50 тысяч кристаллов, ребята, вот такие вот у нас лютые места, соответственно, будут, я не знаю, как вам, но мне это дело очень сильно понравилось, и, как говорится, я у нас хочу немножко рассказать про прошлый турнир, что вообще было, и как это все у нас будет проходить, и напомните, ребята, вам правила этого, соответственно, турнирчика. Ну, смотрите, мне, в принципе, прошлый турнирчик очень понравился и запомнился тем, что я, вот серьезно, знаете, испытывал такие прям дичайшие какие-то непонятные для меня чувства, я вроде как с одной стороны понимал, что это турнирчик, и, в принципе, участвую в этом турнире, в общем-то, не я, но как-то, я, знаете, прям, прям, я не знаю, ощутил всю мощь этого дела, и, как говорится, я начал действительно участвовать в этом процессе, начал сам, несказанно, болеть за некоторых участников, переживать за некоторых участников, и как-то, действительно, мне было весело, мне было интересно, и, я так думаю, вам эта тема тоже очень понравится, и, я думаю, как говорится, нужно, нужно это водить, у нас постоянно снова, так, ребята, подождите. Вот, и поэтому мы, как говорится, ребята, сегодня, также, в 18.30, будем проводить участие в этом турнире, точнее, я буду этот турнир устраивать, вы будете принимать участие в этом турнирчике, и, соответственно, лучшие ХРВ Рэшеры будут как-то принимать в этом деле тоже свое участие. Плюсом ко всему, ребята, этот, начало этих турниров будет анонсиком еще одного очень замечательного действия. Дело в том, что ребятам эта тема очень понравилась, с турнирами, с призовыми фондами, и, как говорится, мне предложили пару вариантов интересных, как можно будет провести это все дело так, чтобы понравилось не только ХРВ Рэшникам, но еще, как говорится, ребятам, которые у нас не играют на рельсе, но, допустим, любят играть на абсолютно всех вооружениях, кроме рельсы, то же самое, Викинг, Рикошеты, там, ну и так далее, там подобное, это будет у нас проходить. Как же мне там одиночка вроде Ник писал, что типа тандем какой-то там-то там-то там. Вот, естественно, там у нас тоже будут, ребят, призовые фонды, но там нужно будет участвовать 2 на 2. И пока я готовлю, ребят, такое мини-расписание, как с этим мне всем делом будет сложно или не сложно раскидываться, потому что в понедельник мы уже определились, что у нас всегда, ребята, будут проходить турниры ХРВ Рэ, поэтому вы можете в этом всем деле поучаствовать, можете, соответственно, пофармить себе кристалликов, как-то где-то заработать, поэтому, думаю, вам эта тема будет очень сильно интересная. Вот, плюсом ко всему, как раз-таки, смотрите, ребята, как нужно будет участвовать, потому что в прошлом ролике я объяснял, может быть, кто-то забыли, потому что турнир у нас проходит не часто, и, соответственно, это только второй турнирчик, и нужно, как говорится, правило, небольшие повторить этого всего дела. Смотрите, я, ребята, создаю у нас битву, это будет песочница 1 на 1, естественно, формат ХРВ Рэ, но сам формат, вот этот ХРВ Рэ, он не будет включен, потому что я прекрасно понимаю, что у некоторых нет МК-7 вооружения, а разработчики решили замутить такую тему, что если ХРВ Рэ, то тут можешь зайти, если у тебя есть только МК-7 вооружение. Это, соответственно, нечестно, и мы, как поняли, опять же, по моему предыдущему стриму, что, в общем-то, звание и вооружение не всегда значат, потому что там у нас были чуваки и с маленькими званочками, но они так дико тащили, так дико нагибали, и, соответственно, нагибали чуваков, которые у нас играют на МК-7 вооружении. Мне эта тема очень сильно понравилась, очень сильно запомнилась, и да. Все, у нас будет просто создана одна битва, песочница 1 на 1 на 5 флагов, и, соответственно, кто в этом, у нас в этой дуэличке выигрывает, проходит в следующий раунд. Все очень просто. Я, соответственно, записываю 10 таких победителей, 10, соответственно, участников, которые проходят в следующий раунд, и мы потом с ними уже начинаем, как говорится, битву титанов. Мы потом, ну, я их уже создаю каточки, им уже не нужно будет заходить, кто быстрее, тот и успел. Вот, там уже как раз-таки нужно будет обращать свое внимание на скилл, и как раз-таки не спешить в некоторых моментах, потому что в некоторые ошибки участники, которые у нас участвовали, совершали такие прям глупые ошибки. Они у нас в предыдущем раунде выиграли прям вообще изи, и в последующих как-то тоже начали рашить, особо не кемперили, там, ну, знаете, такую исполняли игру, которую, соответственно, вам может, скорее всего, понравиться, потому что они ходили в раш, но для победы это, как говорится, совершенно не то, и бои получаются у нас такие скучноватые, поэтому учите, ребята, более-менее отыгрывать тактически, и всегда оценивайте своего противника по достоинству, потому что он может, блин, оказаться с виду простачок, а в итоге потом как затащит, как, соответственно, порвет. Да, у нас в прошлом, ребята, кстати, в ХРТ на турнире победил парень со званием генерала, то есть это даже не легенда, то есть не легенда, ребята, у нас победил в следующем, блин, в предыдущем ХРВРшном турнире, что у меня с языком, он просто заплетается, потому что меня переполняют дикие эмоции, и этими эмоциями я хочу с вами поделиться. Вот, также про первоначальные правила, смотрите, ребята, какая тема, как мы участвуем в этом ХРВРшном турнире. Во-первых, запрещены любые модули, то есть любые модули, ребята, которые защиту от рели, соответственно, будут присутствовать, они должны убираться. Если вы наотрез отказываетесь снимать, соответственно, этот режимчик, то вы автоматически проигрываете. Также у нас запрещена такая тактика, что если вас рельнули, то потом вы, соответственно, просто-напросто жмёте на дилеты, и, как говорится, с очень счастливым таким, знаете, делом, что вы сейчас затащите, идёте дальше на фулл ХП, то есть такое делать тоже у нас будет нельзя. То есть смотреть, как это дело работает. Допустим, меня этот чел рельнул, вот, я его в последующем убил, и, получается, сотрю, ага, у меня не фулл ХП, я долетаюсь, и сейчас буду на фулл ХП. Так, ребята, делать у нас тоже запрещено. То есть в редких случаях один-два раза три закатку такое можно сделать, но если вы чисто упали в минус, а если вы, как говорится, у нас специально будете такой фишки страдать, и специально такую фишку делать, нет. За это будете вы наказываться и, соответственно, тоже выходить с этого турнирчика. Поэтому это дело тоже нам делать нельзя. Вот, и после чего, как у нас будет отыграны, сыграны все, соответственно, эти бои, полуфиналы, финальчики, как у нас уже определятся, соответственно, победители, мы будем их награждать на следующий день. То есть у нас сейчас турничек прошел, на следующий день я с победителями связываюсь и, соответственно, их приглашаю в карты, где как раз-таки скидываю им золотые ящики, то есть их турнирные по факту кристаллы, которые они у меня выиграли. Вот таким этим делом все мы будем, соответственно, зачисления проводить. Вот, и да, еще по картам, по вопросам, как говорится, разнообразия и так далее и тому подобное. Там тоже присутствовали такие вопросы, что, мол, а что, все у нас бои будут проходить на песочнице? Нет, в предыдущем турнире мы, кстати, ребята, тоже такую тему проходили и для себя определили такой момент. Первые отборочные карты у нас будут проходить на карте песочница. Потом, скорее всего, у нас будет идти зона, гардер, какой-нибудь мостик, ну вот такой, по нарастающей у нас будут меняться, естественно, карты. Поэтому вот эти четыре карты, обратите на них внимание и тренируйтесь на них. Песочница, зона, гардер и, соответственно, мостик. На этих четырех картах у нас будут проводиться турниры. Поэтому, как-то так, ребята, обратите свое внимание. Ладно, на этом мы с вами, ребята, уже будем подводить итоги данного видеоролика. Кому он понравился и понравились такие новости, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. С вами был Вайдер, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok